Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога». Я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня у нас в программе всего одна тема. Зато какая? Нам удалось поговорить с начальником управления ГИБДД Романовым Сергеем Анатольевичем. Здравствуйте! Добрый день! Уже у нас апрель заканчивается. Наверняка какие-то первые итоги за 2023 подведены. Так вот, какие эти итоги, что у нас по ситуациям на дорогах? Наверное, я начну с показателя аварийности. 2022 года у нас было зарегистрировано 1374 ДТП, в котором 197 человек погибло, 1847 получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на снижение количества ДТП и раненых, к сожалению, количество погибших у нас возросло с аналогичным периодом 2021 года, в котором было 164 погибших, а, к сожалению, в 2022 год – 197 погибших. У нас были превышенные коэффициенты социального и транспортного риска, которые установлены для нашего региона в рамках федерального проекта безопасного дорожного движения, национального проекта безопасной и качественной дороги. Доля погибших распределялась у нас следующим образом, то есть более 50% погибших нам принесла в федеральную дорожную сеть, которая у нас составляет 594 километра, из общей протяженности уличной дорожной сети, которая у нас существует на территории региона, 17777 километров. Остальная часть погибших – это региональные дороги и местные дороги. Что касается первого квартала 2023 года, у нас сейчас зарегистрировано 245 ДТП, в которых 32 человека погибло, 329 получили ранения различной степени тяжести. Небольшое увеличение по количеству ДТП, буквально на 2% с аналогичным периодом прошлого года, но снижение по количеству погибших, по количеству раненых. Мы не превысили показатели регионального проекта безопасной и качественной дороги, это коэффициент социального и транспортного риска. Основными видами ДТП стали у нас столкновения, это более 50%, и наездные пешеходы, которые составляют у нас более 20%. Касаемо причин совершения ДТП, они различны, но, наверное, основные – это все-таки несублюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, несублюдение дистанции до движущего впереди транспортного средства, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. Касаемо доли опять погибших, как она распределялась, сейчас мы видим, что у нас из этих 32 погибших, у нас 21 погибших, это опять пересла нам федеральная дорожная сеть, как я говорил ранее, которая составляет у нас 594 километра. То есть, вот эти 594 километра из 177 километров нам приносит сейчас более 60%. Остальное опять распределяется у нас региональные дороги, это 9 человек погибло, и на местных дорогах, это города, 2 человек погибло. Вот сейчас такая обстановка на территории нашего региона. А какие-то меры принимаются, чтобы эту статистику печальную снизить? Да, действительно, мы принимаем достаточно много мер. В настоящее время, по результатам работы за 2022 год, у нас образовались места концентрации ДТП в количестве 22. Более того, скажу, мы как бы дальше глубже работаем. Ей выявили 22 места, это где аварийно-опасные участки, с собственниками это федеральная составляющая, региональная составляющая и местных дорог. У нас сейчас обследованы эти участки. В рамках этих обследований выявлены вот эти места концентрации ДТП, аварийно-опасные участки. Предложены мероприятия по ликвидации этих мест концентрации ДТП. У нас сейчас подписаны планы с каждым из собственников. Более того, могу сказать, что данный план сейчас сведен в общий, который утвержден губернатором Рязанской области, для более эффективного контроля за этим мероприятием, которые там сейчас запланированы. И они сейчас уже мероприятия эти уже реализуются. Проводим мы на постоянной основе это рейдовые мероприятия по профилактике тех или иных нарушений правил дорожного движения, которые являются основным причинным совершением ДТП. Больше внимания мы, конечно, уделяем таким грубым нарушениям, как управление транспортным состоянием опьянения, потому что управление транспортным состоянием опьянения – это, наверное, самое грубейшее нарушение правил дорожного движения, к результатам которого может послужить печальное последствие, если будет совершено дорожно-транспортное происшествие. У нас сейчас в настоящее время 10 ДТП зарегистрировано, в которых один человек погиб, и 17 получили ранения различной степени тяжести. Если как бы рассматривать из общей массы, это где-то примерно составляет порядка 4%. Это ДТП в состоянии опьянения. В ежедневном формате проводим вот эти рейдные мероприятия, которые вы, наверное, знаете и слышали, это нетрезвые водители. В основном отрабатываем это предвыходные, выходные дни, праздничные дни, когда вероятность появления вот именно таких недобросовестных водителей на уличной дорожной сети, она наиболее вероятна. В настоящее время нам сейчас спрещено более 750 таких фактов управления транспортным состоянием опьянениям. Помимо рейдовых мероприятий мы проводим такие кампании, как с представителем, например, недавно мы провели, с представителем автозаправочных станций такую кампанию информационную. Выпил, не заводись. Наши коллеги распространяют памятки, развешивают красочные листовки, где там указываются телефоны дежурных частей. Если кто-то из участников дорожного движения увидит водителя в состоянии опьянения, либо вообще какое-либо там нарушение правил дорожного движения, то он может смело позвонить. Поэтому телефон дежурной часть незамедлительно будет направлен туда на ряд, там, где будет указано место совершения какого-либо нарушения. И действительно очень радует то, что очень много неравнодушных граждан, которые действительно звонят и передают вот эту информацию. Мы очень тесно взаимодействуем с собственниками федеральных дорог, региональных дорог, это с Минтрансом, местных дорог, с администрацией как города, так и районов. Те мероприятия, которые мы планируем совместно, они находят свое отражение в региональных проектах, это безопасные качественные дороги. И все эти мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения, а именно это установка осевых краевых ограждений, установка светофорных объектов, установка дополнительных дорожных знаков, приведение в норматив пешеходных переходов. И вот эти вот мероприятия, они на самом деле дают большой эффект в рамках вот этого оригинального проекта, что впоследствии, я надеюсь, что мы все-таки снизим показатели аварийности на территории нашего региона. Ну, а вот такой немножко интересный вопрос, вы упомянули про рейдовые мероприятия, но вот зачастую все рейды анонсируют. Нет ли рисков того, что вот анонсирован какой-то рейд, то есть там, допустим, рейд нетрезвый водитель вот у нас на центральных улицах города, и все нетрезвые водители будут так стороночкой, стороночкой, или там рейд по тонировке, и они вот так вот, не боитесь ли, скажем так, анонсировать рейды, чтобы водители предприняли свои ответные ходы? Ну, на самом деле, у нас практика такая есть, это одна из форм и методов, скажем так, организации проведения рейдов оперативно-профилактических мероприятий. Этими мероприятиями, этим анонсом мы как бы побуждаем водителей не совершать те или иные административные правонарушения. Но есть ряд водителей, которые задумаются и не будут совершать. Но в большинстве, конечно, у нас водители добросовестные, которые, по большому счету, вот этот наш анонс, он не очень интересен, потому что они и так не совершают эти нарушения правил дорожного движения. Но, судя по откликам в социальных сетях, это достаточно имеет положительный эффект. Ну, то есть, да, как вы и говорили, то есть, и тот же самый рейд по тонированным автомобилям, он выявляет больше сотен нарушений, наверное, каждый рейд. И рейд пьяный водитель тоже приносит, не трезвый водитель, прошу прощения, да, тоже приносит свои плоды. Да, совершенно верно. Ну, вот вы говорили, что у нас в регионе 22 опасных места. Если не секрет, можете вот поделиться хотя бы какими-нибудь одним-двумя местами в нашей Рязани, где вот самая такая повышенная опасность, чтобы наши телезрители поняли, где им... Нигде нельзя, если что, да, но вот где им особенно нужно быть осторожным. На какие места им стоит обращать внимание? Ну, на самом деле, у нас 22 места концентраста ДТП, повторюсь, наверное, да, которые, это 8, это на федеральных дорогах, остальные, это 2 у нас на региональной составляющей, и остальное все это областной центр. Если мы рассматриваем вообще как бы областной центр, то практически любой перекресток, если брать, то он является либо аварийно-опасным участком, либо местом концентраста ДТП. Я даже не хочу заострять внимание по поводу того, какой из них, их вот сейчас вот, ну, на данный момент 44. Если брать город, то это в большей степени вот есть места концентраста ДТП и аварийно-опасные участки. Вот еще как бы повторюсь, что вот на каждое сейчас вот место концентраста ДТП, на каждый вот аварийно-опасный участок с собственниками совместно нами принят уже мероприятия, которые вот они вот реализуются. Я надеюсь, что они вот в этом году как бы позволят нам ликвидировать как места концентраста ДТП, так и аварийно-опасные участки. Ну, если уж не позволить, но надеюсь, что мы снизим аварийность на этих участках. Также ведь весь город еще и камерами увешан, то есть, включая наверняка и опасные места концентрации ДТП. А как-то вот камеры помогают в работе? Ну, на самом деле, у нас сейчас достаточно широко распространяется, развивается система фотовидфиксации. У нас в настоящее время 2,64 рубежа. Мы фиксируем различные нарушения правил дорожного движения, начиная от превышения установленной скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, это выезд на полустречное движение, нарушение правил расположения транспорта на проезжей части, нарушение правил и требований дорожных знаков, разметки, остановки, стоянки, ну, широкие спектры. И вот этими рубежами контроля, в том числе, это одно из мероприятий, которое направлено на ликвидацию вот этого места концентрации ДТП, аварийно-опасного участка. И если рассматривать вообще в целом, как бы, что это является, вот, система фотовидфиксации, это некий, скажем, такой инструмент, который позволяет госавтоинспекции, на ряда ДПС, которые несут службу, более качественно осуществлять надзор за дорожным движением. Ну, вот с вами говорим, что преимущественно про водителей, что они нарушают правила дорожного движения. Но есть также другой участник дорожного движения, это непосредственно пешеход. Вот, что у нас по пешеходам на дорогах? Они у нас белые и пушистые, или тоже ребята со своими темными историями? Как я говорил уже ранее, что у нас основные такие два вида ДТП, это столкновения, и более 20% это наезды на пешеходов. Да, действительно, по пешеходам существует проблематика. У нас в настоящее время у нас зарегистрировано 61 ДТП, к сожалению, 11 человек погибло, 55 получили ранения различной степени тяжести. Если мы рассматриваем эту цифру по времени суток, то мы видим, что более половины таких ДТП, это более 30, ДТП-34, произошло в темное время суток, в которых 9 человек погибло. То есть там, где, по большому счету, пешеходы не используют светоотражающее снаряжение, а это одно из сопутствующих причин и условий, которые позволяют совершить наезд на пешехода. Но мы работаем в этом направлении, и прежде всего хотелось бы обратиться к пешеходам, что они несут ответственность за собственную безопасность. Это необходимо соблюдать правила дорожного движения, использовать светоотражающее снаряжение. Даже если в городах это носит рекомендательный характер, то в ненаселенных пунктах в темное время суток пешеход должен передвигаться с светоотражающим снаряжением, а его отсутствие, это уже предусмотрено кодекс административного правонарушения, административное ответственность в размере 500 рублей. И у нас сейчас уже по итогам первого квартала пресечено таких нарушений в отношении пешеходов более 1700. Поэтому мы работаем в этом направлении, не только в отношении пешеходов, но есть такая статья, статья 12.18, это непредставление движения пешеходных, нерегулированных пешеходных переходов. То есть и водителей транспортных средств, мы тоже привлекаем к ответственности, профилактируем этот вид нарушения. У нас таких нарушений пресечено более 600. То есть работа в этом направлении проводится. Если резюмировать нашу беседу, мы поняли, какие меры госавтоинспекция принимает для того, чтобы концентрация ДТП снизилась, у нас статистика пошла вниз. Но какие, наверное, советы и рекомендации можно дать водителям и пешеходам, чтобы и они со своей стороны помогли этим цифрам расти вниз уже? Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться, во-первых, к родителям несовершеннолетних. Сейчас наступил весенний-летний период. На самом деле выезд на уличную дорожную сеть, такой категории транспорт, как мотоцикл, мопеды, скутера, он сейчас только с каждым днем все возрастает и возрастает. Родители сами покупают своим детям вот эти вот средства, скажем так, передвижения. Но убедительная просьба, я хотел обратиться к родителям, что управлять мототранспортом возможно с 16-летнего возраста. Для этого необходимо обучиться в автошколе, сдать практический теоретический экзамен, приобрести средства пассивной безопасности, это мотошлем, это средства защиты грудной клетки, средства защиты конечностей. И конечно же провести вот с этим с начинающим молодым водителем беседу о строгом соблюдении правил дорожного движения. Хотелось бы обратиться к руководителям автошкол, которым необходимо повысить качество обучения кандидатов в получении водительского удостоверения, потому что то, что сейчас мы видим с первого раза, если группа приходит и сдает, то у нас порядка только 15% сдают с первого раза, это теоретическую и практическую часть экзамена и получают водительскую стрельбу. Все остальные идут уже на повтор. Необходимо совместные нам усилия приложить, это с министерством образования, с учителями, педагогами, родителями, чтобы прививать подрастающему поколению безопасные навыки поведения на дорогах. Конечно, с нашей стороны будет ошляться контроль за теми мероприятиями, о которых мы с вами разговаривали, по ликвидации мест, концентрации ТП, аварийно-опасных участков, по новым форматам и методам оказания первой помощи пострадавшим при совершении дорожных транспортных происшествий. С собственниками дорог будем плотно работать и, надеюсь, они будут идти нам навстречу по тем инженерным мероприятиям, направлены на обеспечение безопасности дорожных движений, и мы будем их реализовывать на уличной дорожной сети, что все-таки позволит нам снизить аварийность на дорогах нашего региона. Спасибо большое за сегодняшнюю чудесную беседу. Это была программа «Жизнь и дорога». Оставайтесь с нами, дальше будет еще интересней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова